Добрый день, дорогие друзья! В Центральной Универсальной Ночной Библиотеке города Иваново продолжается цикл мероприятий в рамках проекта «Праздничные памятные даты». Тема нашего сегодняшнего мероприятия в октябре посвящена годовщине Октябрьской революции, 17-го года, 104-й годовщине в этом году, который у нас традиционно отмечается 7 ноября. Ну, во-первых, хотелось бы сказать, что в фондах нашей библиотеки стоит огромное количество литературы, книг, статей в журналах, газетах и так далее, посещенных этим событием. Тема это началась очень широко и подробно в советское и в постсоветское время, поэтому действительно можно было подобрать и выставку, и не одну, и очень широко об этом рассказать. Но все-таки из тех книг, которые выходили, были отобраны две книги, вот мне кажется, которые отличаются несколько необычным подходом, необычной подачей материала, и главное, что они вышли относительно недавно, то есть, в общем, довольно актуально. Ну, во-первых, это книга, значит, Егор Якулев «Красный шторм. Октябрьская революция глазами российских историков». Книга 2018-го года, здесь, соответственно, она построена в форме интервью. Егор Якулев берет интервью у нескольких историков, и здесь, собственно, его интересуют разные, с точки зрения разных подходов относительно революции. Так, например, если посмотреть по оглавлению, здесь, например, с одним из историков речь идет о роли крестьянства в этих событиях, есть интервью о роли флота, о роли Петроградского гарнизона, о роли финансово-промышленных кругов в этих событиях. Также здесь отдельно берется интервью относительно «Красного и Белого террора», ну, здесь уже идет переход в годы Гражданской войны, а также интервью по поводу Феликса Эдмундовича Дзержинского, его роли в событиях Октябрьской революции и в событиях Гражданской войны. Ну, и также, соответственно, из книг, которые у нас есть, книг 2017-го года «Зелошинский пельгун. Идентичность российской молодежи. Роли местных событий» 1917-го года. Ну, помимо рассмотрения такого социального, психологического феномена, как идентичность, здесь в этой книге рассматривается вопрос о том, как, соответственно, воспринимается событие революции 1917-го года. Здесь авторы рассматривают по-разному, то есть, как, например, на эти события смотрят историки-эксперты, как эти события подаются в средства медиа, то есть, как средства массовой информации освещают эти события, какие, соответственно, есть данные массовых опросов людей об этих событиях, интервью, ну, и также написание студенческих сочинений. То есть, что, например, студент, которому предложен написать о том, как он видится, как он представляется событие октября 1917-го года. Ну, в общем, эти две книги я рекомендовал бы нашим психикам-читателям изучить, и они весьма интересны с точки зрения понимания событий октября 1917-го года. Ну, теперь мы переходим непосредственно к изложению событий, но дело в том, что, опять же, об этих событиях можно было рассказывать очень долго, но первый вопрос, то есть, первое, на чем мы остановимся, это о том, что же действительно происходило тогда, ну, даты, берем по старому стилю, в конце октября 1917-го года в Петрограде. Ну, во-первых, нужно сказать, что Петроград это столица Российской Республики уже в то время, ну, и, соответственно, в стране в это время сложилось двоевластие. Ну, во-первых, это временное правительство, которое возглавляет Александр Федорович Керенский. Оно, собственно, называлось временным, поскольку должно было руководить страной вплоть до созыва учредительного собрания. Выборы в учредительное собрание так и не прошли к октябрю 1917-го года, они постоянно под различными предлогами откладывались. И, в общем-то, временное правительство, помимо того, что это столица с учредительным собранием, его проблема еще случалась в том, что временное правительство и лично Керенский не смогли решить отважных, насущных проблем. То есть не была решена проблема с землей, крестьянский вопрос. Наблюдался спад производства, в стране нарастало революционное движение, объективно говоря. Ну, и, кроме того, значит, нарастал продовольственный топливный кризис, потому что близилась зима, а в стране не было достаточных запасов продовольствия, топлива, что могло быть катастрофичным в условиях зим. Ну, и, соответственно, кроме того, проблема войны, она оставалась. Россия продолжала вести войну с Германией союзниками, и боевые действия в 1917-м году складывались для российской армии крайне неудачно. Это был провал летнего наступления, и ряд поражений осенью это занятия немцами Риги, Манзунских островов. И, в общем-то, к октябрю 1917-го года угроза захвата противникам столицы Петрограда была более чем реальной. И в народе ползли слухи о том, что временное правительство планирует перебраться в Москву, сдать Петроград неприятелю. В общем-то, если Керенский в начале своей политической деятельности 1917-го года руководством временного правительства имел определенный авторитет, популярность, то и этот авторитет и популярность очень резко снизились к октябрю 1917-го года, многие полагают, что очень временное правительство реальной власти не имело. С другой стороны, была система Советов. Это был второй орган власти, которые после 1917-го года перешли в жесткую позицию временному правительству, жесткое противостояние. И здесь большую роль играл Петроградский Совет, который, собственно, к моменту начала революционных событий возглавлял Лев Давыд Штроцкий, которого считают главным идеологом, организатором событий октября 1917-го года. Ну и, соответственно, Петроградский Совет тогда, в сентябре-октябре 1917-го года, предпринял ряд важных шагов. Ну, во-первых, он воспрепятил отправке частей Петроградского гарнизона на фронт. Собственно, части Петроградского гарнизона не сильно на этот фронт рвались, и, соответственно, воевать, погибать никто не хотел. Если, например, вы посмотрите классический фильм «Ленин в октябре», то первый канал, первая сцена этого фильма о том, как некий общественный гейбер призывает идти солдат воевать на фронт. И солдаты, собственно, отвечают ему категорическим отказом и на фронт совершенно не спешат. Вот. И в этой связи, второе еще было то, что была обеспечена выдача оружия, прежде всего, рабочим отрядом, отрядом Красной гвардии. Ну и, кроме того, Совет воспрепятствовал, соответственно, относительно раздачи оружия тем частям, которые были на стороне временного правительства, сохраняя ему верность. То есть, в общем-то, Совет, по большому счету, можно говорить, что в октябре 1917-го года, и Петроградский Совет действительно занимается подготовкой вооруженного восстания в столице. Вот. Ну и, соответственно, следующий шаг – это создание военно-революционного комитета, который возглавил Павел Евгеньевич Лазимир, который формально состоял в партии эсеров, он был сторонником, так называемых, левых эсеров. Вот. Но фактически Лазимир в 1917-м году переходит на сторону большевиков. Молодой, но очень активный, энергичный человек. Он, собственно, возглавляет военно-революционный комитет, занимаясь там активной организационной работой. Ну и впоследствии, кстати, Лазимир работал в Народном комиссариате по военным, морским делам, участвовал в формировании отрядов Красной Армии, а с 1618 по 1920 год он входил в Реввоенсовет Южного фронта, занимался обеспечением, прежде всего, продовольствием оружием частей Красной Армии, действовал очень успешно. Умер он от ТИФа в мае 1920 года. Ну и, соответственно, вот исторический хрестоматийный эпизод, это события, которые произошли 10 октября 1917 года. В этот день на квартире, где проживала представительница большевистской партии Галина Флаксарман, она проживала там со своим мужем Сухановым, который был мяшевиком, но Суханов в тот день, в тот вечер, вернее, правильно сказать, отсутствовал в квартире, и вот там, в квартире Галины Флаксарман и Суханова, состоялось собрание Центрального комитета партии большевиков, где, соответственно, присутствовало 12 человек, и там вот принималось вот это решение о переходе к вооруженному восстанию, по большому счету, и, как мы знаем, 10 из присутствующих проголосовали за, 2 против, и, соответственно, было принято решение о переходе и начале подготовки вооруженного восстания. Там же, кстати, присутствовал Ленин, и, соответственно, вот эта картина художника Владимира Николаевича Пчелина, он изобразил здесь всех присутствующих участников событий, он, кстати, исторически правильно изобразил Ленина. Ленин в этот момент действительно, так сказать, транспирировался, он носил парик, и был без усов и без бороды, как и, собственно, в те дни, когда происходила революция. Ну и здесь изображены все участники событий, правда, картина создавалась уже в 30-е годы, поэтому, например, Тронский, Зинуев и Каменев из политических соображений, эти в этой картине отведены как бы на задний план, а, предположим, Сталин, наоборот, здесь на переднем плане картины, как активный участник событий. Но все-таки художник следует исторической действительности. Правда, в одном, пожалуй, можно было упрекнуть, здесь он изобразил Галину Флаксерман, одну из двух женщин, как участницу этих событий. Все-таки, скорее всего, это историческая неточность, потому что Флаксерман, она следила за безопасностью этого, она, соответственно, может быть, там наливала чай участникам событий, там чай, бутерброды были, как сообщается, но вряд ли она принимала участие непосредственно в своем заседании, тем более она не имела никакого права голоса, она была рядовым членом партии, а отнюдь не членом ее центрального комитета. Интересна судьба участников этих событий, вот как сложилась судьба этих 12 человек, которые принимали эти судьбоносные решения. Ну, нужно сказать, что четверо из этих участников, Курицкий, Свердлов, Ленин и Дзержинский, не дожили до 10-й годовщины Октябрьской революции, то есть они ушли в первые 10 лет из жизни после событий Октября. Шесть из участников этих событий, Ломов, Сокольников, Бубнов, Зиновьев, Каймнев и Троцкий, были уничтожены в ходе ожесточенной борьбы за власть, которая велась в 20-е и 30-е годы в руководстве партии, то есть по различным причинам, кто-то из них стал жертвой репрессии, кто-то был убит, как, скажем, Троцкий, но в любом случае они были уничтожены. Александра Михайловна Калантай, которая сбрежена также на этой картине, которая присутствовала на этом заседании, ее судьба сложилась относительно благополучно, она не стала жертвой репрессии, как многие старые большевики, и она проявила себя на дипломатической работе, она стала вообще первой в мире женщиной, которая заняла должность уровнем министерской, став народным комиссаром презрения в составе советского правительства, а затем она стала первой в мире женщиной-послом, она представляла Советский Союз в скандинавских странах, как считается, очень успешно занималась дипломатической работой. Ну и наиболее успешно в политическом смысле из участников этого заседания сложилась биография Сталина, который здесь на переднем плане, на этой картине, он длительное время возглавлял партию, коммунистическую партию, возглавлял советское государство, ему было суждено возглавлять советское государство, очень сложный период, в годы Великой Отечественной войны, сложный послевоенный период, ну и так получилось, что из всех участников этого заседания Сталин ушел из жизни последней, в марте 1953 года. Ну и, соответственно, теперь, переходя к тому, как конкретно большевики готовились к захвату власти, ну, соответственно, большую роль в этих событиях играли части Петроградского гарнизона, во-первых. Части Петроградского гарнизона, которые не поддерживали в большей части временное правительство, считают, что как раз правительство готовит их отправку на фронт. Им было важно остаться в Петрограде, не оказаться там, среди боевых событий. Эти части поэтому поддержали большевиков, которые выступали за немедленное заключение мира и прекращение войны. Кроме того, это были отряды Красной Гвардии, которые создавались советами. Ну, в данном случае, в классической фотографии, это Красная Гвардия Завода Вулкан. Собственно говоря, эти части формировались из рабочих, также из прибывших с фронта солдат, которые воевали до этого. Ну, и, в общем, эти части также были такой ударной силой революции. Ну, и также большую роль играли балтийские матросы, собственно, базирующиеся в Кронштадте в большей части. Действительно, матросы, среди которых, кстати, были не обязательно большевики, там было много, и могло быть, и эсеров, и анархистов. Но матросы в массе своей сочувствовали, конечно, идеям революции. Здесь большую роль играли, например, такие личности, как Раскольников, представляющие моряков Кронштадта. Здесь был руководитель Центробалта Павел Дагенко. Ну, и, соответственно, балтийские матросы стали также довольно серьезной силой этих революционных событий. То есть большевики, сконструировав определенные силы, перешли, что называется, в решающее наступление. Ну, и вот в любом учебнике, раньше, сейчас можно было найти вот такую схему, это вооруженное восстание в Петрограде, которое показывает нам на этой схеме, где располагались штабы Красной Гвардии, где находились части, верные временному правительству, части, перешедшие на сторону революции. Здесь можно проследить, например, где находилась конспиративная квартира лидера большевиков Ленина и маршрут его, по которому он прибыл в Смольный, в штаб революции. Ну, и вообще все основные события. Кстати сказать, вот возникает вопрос, а почему Зимний дворец, например, был взят в Шармаловск последний. Чаще всего сейчас встречаешь такую версию, что он, кстати, как стратегический пункт, не слишком изначально интересовал большевиков. То есть большевикам было важно захватить что? То есть что занималось в первую очередь? Это телефон, телеграф, почты, электростанции, мосты, железнодорожные вокзалы. Вот именно это было приоритетным, именно это занималось в первую очередь. И поэтому, собственно, что происходило? Как таковых столкновениях речь не идет. То есть, по сути, шло мирное занятие вот этих пунктов. Поскольку пункты практически не охранялись, те части, которые были верны Временному правительству, ввели себя довольно пассивно. Ну и в общем, в течение суток буквально все важнейшие стратегические пункты с утра 24 до утра 25 октября были заняты. Ну и далее, утром 25 октября, как мы знаем, Александр Федорович Керенский отбывает на фронт в поисках частей верных Временному правительству и частей, которые готовятся подавить восстание. Ну и сообщается, что, опять же, как и знал сам Керенский, при этом в их воспоминании, что он выехал совершенно легально, выехал на своем автомобиле. Более того, некоторые из присутствующих там солдат дворка приветствовали его по дороге. Ну и, собственно, Керенский выбыл на фронт. Ну, по большому счету, вероятнее, не оставив никаких инструкций тем министрам, которые находились в Зимнем дворце. Зимний же дворец 25 октября был по большому счету окружен частями Красной Гвардии, солдатами, матросами. Ну, до вечера, как мы знаем, 25 октября решающих штурмов Зимнего дворца не происходило. Там заседало Временное правительство, которое никаких активных шагов не предпринимало. То есть, они сидели, ожидая прибытия частей с фронта, которые должны были их выручить. Ну и большевики в конечном итоге в верной части переходят в наступление. Ну, вот можно прям посмотреть, дело в том, что ведь изначально были определенные силы утром 25 октября, которые готовились оборонять Зимний дворец. Ну, по большей части, все эти вооруженные силы, которые были, они в течение 25 октября разошлись. Там была школа инженеров, там были казаки, там была школа прапорщиков. Ну, собственно говоря, все вот эти части, которые начали Зимний, по большей части расходились в течение дня. И так получилось, что к вечеру 25 октября у Зимнего оставались здесь одна из фотографий, сделанных в тот день, 25 октября. Это ударный женский батальон, вот так называемые ударницы. Вот, и то только часть этого батальона, большая часть отправилась в казарму, но какое-то количество этих молодых девушек оставалось для защиты Зимнего дворца. Ну и также есть вот такая фотография, сделанная 25 октября. Это юнкера, представитель юнкерских училищ Петрограда, которые также готовились защищать временную правительство. Ну, полагают, что, конечно, чистое превосходство к вечеру 25 октября уже было существенно на стороне тех, кто готовился брать Зимний. И, соответственно, его защитники, их все смущало то, что каких-то конкретных указаний ни от Временного правительства, ни от коменданта Зимнего дворца они не получали относительно защиты Временного правительства, обороны здания и так далее. Ну и в конечном итоге, вот полагают, что начало штурма Зимнего дворца, начало взятия относится где-то, то есть, 21 час были выстрелы там с Петропавловской крепости, 27-40 датирует выстрел с крейсера «Аврора», который, полагают, был сигналом к началу событий. Ну и вот существует, опять же, конечно, каких-то фотографий и видеокамеров непосредственно со штурма Зимнего дворца не осталось, ну и здесь вот фотографии Зимнего дворца утром 26 октября со следами, собственно, выстрелов, там были, конечно, крыльевые повреждения, ну и здесь слово «штурм» мы берем в кавычках, поскольку, как таковых крупных боестолкновений не наблюдалось, если, например, открыть вот в Википедию, интернет-энциклопедию, там что написано по поводу штурма Зимнего, там есть отдельная статья, такая фраза, «штурм был осуществлен без существенных боевых действий, но под угрозой применения силы оружия». Ну и также крупные столкновения, перестрелки все-таки были, сообщают, что достоверно известно о семи погибших в ходе этих событий, то есть шесть человек это среди тех, кто штурмовал Зимний дворец солдатов, и, соответственно, погибла одна ударница, представительница вот этого вот ударного женского батальона. Ну и в конечном итоге, в общем-то, это завершилось с взятием Зимнего и ночью, в ночь с 25 на 26 октября временное правительство было арестовано и неизложено. Ну а наиболее важные события, пожалуй, проходили во Втором Всероссийском съезде Совета в Петрограде, вот там в смысле того, что шло формирование новых органов власти, было объявлено о низложении временного правительства, о совершении социалистической революции, и, соответственно, там, во-первых, был сформирован Совет народных комиссаров во главе с Ульяном Лениным, также, значит, был сформирован Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, как высший орган уже законодательной власти, его в течение нескольких дней возглавлял Каменев, а затем с ноября 1917 по март 1919 года Яков Светлов. Ну и, соответственно, вот там были еще провозглашены изменитые декреты о мире, декреты земли, ну и вообще было провозглашено приход власти в руки Советов, и, кстати, на этом съезде очень важно посмотреть выступление Ленина. Он говорит о том, что социалистическая революция, необходимости которой, так долго говорили большевики, свершилась, но это начало выступления, а в завершении он говорит, да здравствует всемирная социалистическая революция, то есть для лидера большевиков в те дни вот эти события были не завершением борьбы, а скорее ее началом, потому что лозунг мировой социалистической революции и победы социализма во всем мире, он, в общем, был приоритетом, он был актуальным в теме. Вот, но тем не менее, очаги сопротивления были уже в первые дни, так, значит, в конце октября комитет спасения Родины и революции во главе с Абрамом Рафаэловичем Госсовым, по сути, организует восстание, пик этого восстания приходится на 29-30 октября, и здесь в лежащую роль играли юнкера Николаевского инженерного училища. Восстание было подавлено теми вооруженными силами, которые были на стороне нового правительства, но есть вот иллюстрация одного из домов, где происходили эти вот бои. Кроме того, был поход Керенского-Краснова, Петр Николаевич Краснов, который был лидером казачества, значит, и, соответственно, Керенский сумел сорвать отряд из казаков, и под руководством Краснова этот отряд двигался на Петроград, однако отряд был разбит, и, соответственно, в дальнейшем оказались представители в Гатчине, и, соответственно, там же Краснов сдался в руки новым властям. Вскоре он, кстати, был отпущен в обмен на свое обещание не воевать и противостоять советской власти. Обещание, как мы знаем, Краснов нарушил, он стал одним из лидеров первого движения. А что касается Керенского, предполагать, что Керенский убежал из Гатчины, переодневшись в костюм матроса, как он сам это сообщает, и вскоре Александр Федорович оказался за границей, где и прожил более чем полвека. Вот, так, собственно, эти события кончились. Ну, теперь, если говорить относительно, так сказать, восприятия событий современников. Ну, современники воспринимали эти события по-разному. Кого-то эти события вызывали восторг, прежде всего, наверное, у сторонников большевиков, приветствовали многие сторонники анархистов, левых эсеров эти события. Вот, соответственно, кто-то не принял революцию, представьте, либеральных, консервативных, политических кругов. Возникли и сопротивления. Революцию не поддержало казачество, которое стало мощной силой контрреволюционного движения. Ну, и тогда же, по большому счету, как мы знаем, в поле осени 1917 года началось формирование белого движения, антибольшинство сопротивлений. Ну, и в конце концов, как мы знаем, события революции переросли по гражданскую войну, которая длительное время, по сути, окончание гражданской войны может считать события 1922 и даже 1923 год, называют ряд историков. Вот, то есть это, в общем-то, было не завершение, а только начало этой борьбы за новую советскую власть, потому что новому советскому государству предстояло выстроить в борьбе силы внутренней контрреволюции и в борьбе с интервентами впоследствии. Ну, современники оценили по-разному. Ну, например, можно привести Горького. Максим Горький, который написал статью «Несвоевременные мысли», где он пишет о вот этих вот темных сторонах событий революции, например, о разгроме видных погребов, о грабежах, которые были в столице, о самосудах, например, солдат над офицерами или когда крестьяне там убивали помещика и так далее. А паналогичные факты, связанные с темными сторонами революции, можно найти у Бунина в его окаянных днях, можно найти у Никезина и Гиппиуса и многих других. Интересно, что, например, Блок, Александр Блок в статье «Интеллигенция революции» он также писал о сложностях революции, но в целом Блок, вероятнее всего, принял это произошедшее событие и он, например, так написал в статье «Интеллигенция революции» «России суждено пережить муки, унижения, разделения, но выйти из них подобную великой». Ну и поэма Блока 12, которая крайне неоднозначно была воспринята общественностью, литературными кругами, которая представляла некий свой довольно своеобразный взгляд на события революции. Чуть позже современники этих событий по-разному описывали. Например, у Есенина есть такие строчки, когда он пишет об Октябрьской революции «Свершилась куча строковая, и над страной подвопли матов, измеднулась надпись огневая «Совет рабочих депутатов». У Есенина было сложное и неоднозначное отношение к революции, прежде всего в связи с позицией новой власти и крестьянства, и взаимоотношений. Ну, можно, например, самое классическое, то, что изучали во всех советских школах, это поэма Маяковского «Хорошок», освященная десятилетию событий 1927 года. Ну, Маяковский писал о сложностях вот этой разгулявшейся стихии, во стихии русского бунта, и он написал о том, что как раз партия Борщуков сумела весь этот бунт направить в нужное ей русло. Вот как, например, пишет Маяковский «Этот вихрь от мысли до курка и по стройку, и по жару дым прибирала партия курка, направляла, строила в ряды». Надо еще сказать, что в 1918 году вышел сборник статьи о русской революции из глубины. Он впоследствии долгое время не переиздавался, конечно, в советское время был издан в начале 1990-х годов. Здесь были статьи также современников событий, крупных философов, мыслителей Бердяева, Мюнгакова, Довгородцева, Струбы, Франка, Аскольдова. И там по большей части эти мыслители, глядя на революцию в том числе в религиозном духе, они писали о том, что революция стала национальной трагедией для России. Отношение, конечно, было довольно негативное к этим событиям. Ну, тем не менее, следующий вопрос, с которым надо поговорить, это вопрос, собственно, об истории праздников, так сказать, если кратко говоря. Дело в том, что первое такое масштабное празднование годовщины Октябрьской революции происходит уже в ноябре 1918 года. Вот, соответственно, день празднования годовщины революции в Петрограде, 7 ноября, манифестация на Исаакиевской площади. Ну и нужно сказать, что впервые уже годы законов о труде, значит, в Советской России был внесен путь о праздновании дня пролетарской революции в 1918 году. Ну, а, соответственно, с 1927 года был установлен праздник годовщины Октябрьской революции, два выходных дня полагалось, 7 и 8 днебря, это были два праздничных дня, праздник годовщины вот этих вот событий. Вот. Ну, а также с 30-х годов празднования революции производилась довольно широко, она сопровождалась демонстрациями, военными парадами, праздничными собраниями на предприятиях, и, в общем, в советское время это был довольно, значит, один из двух главных праздников, наряду с 1 мая, и он сопровождался обычно и выходными днями, и демонстрациями, и в этот день было принято собираться на праздничном столу, встречать там своих друзей, знакомых, праздновать, для многих людей даже, может быть, в политическом смысле уже отошел на второй план, но это был такой вот массовый народный праздник. Но все-таки, говоря о празднованиях, можно найти ряд, конечно, фотографий, иллюстраций, где мы видим примерно очень такие похожие кадры, демонстрации, манифестации, сборы людей за праздничным столом, но особняком здесь, пожалуй, стоят две даты. Вот 7 ноября 1941 года, ныне это день воинской славы России, значит, это проведение парада на Красной площади, здесь на картине Леона, это запечатлено, есть фотографии, есть видеосъемка этого парада. Это действительно очень сложный период, враг практически находится у ворот Москвы, ситуация в стране напряженная, в этих условиях проходится парад, чтобы показать, что столица живет, что Красная армия сохраняет свою боеспособность, а многие бойцы с этого парада отправлялись непосредственно на фронт. Ну и несколько особняком стоит событие 7 ноября 1991 года, в это время, конечно, праздничный день еще оставался, но так получилось, что уже прошел августовский путь, деятельность КПСС была запрещена на территории, и Советский Союз еще формально оставался, но дело все шло практически к развалу уже государства окончательного, и в этот день, собственно, прошли ряд акций в столице, ну вот, например, одна из акций, она была проведена противниками как раз Октябрьской революции, сторонниками лагеря демократов, как их тогда называли, и вот, например, такого рода, значит, надпись 7 ноября 1917 года, день национальной трагедии, и вполне логично, что здесь трехцветные флаги, эти триколоры, потому что вот этот трехцветный флаг, триколоры, потом в годы гражданской войны будут флагом белого движения, будет символом борьбы с большевизмом. Но в то же время, в этот же день, можно приотметить, что в других частях столицы, в других городах проходили акции сторонников Октябрьской революции, вот здесь одна из таких акций, мы видим, как красный советский флаг, портрет Ленина, в общем-то, то есть такие акции тоже, значит, массовые, проходили в то время. Ну и так получилось, что судьба этого праздника, она сложилась по-разному, то есть, изначально это оставалось выходным днем, впоследствии в 90-е годы этот день стал называться Днем Согласия и Примирения, и такое название вызывало у многих недоумение, потому что все прекрасно понимали, что события Октября, мыслить гражданскую войну, и о каком могло быть речь Согласия и Примирения. Ну и наконец, в 2005 году день 7 ноября перестал быть днем выходным, он перестал быть официально государственным, праздничным днем. выходной день был перенесен на 4 ноября, стал отмечаться более широко пропагандироваться День Народного Единства. На 7 ноября для многих людей в нашей стране является днем праздничным, но в то же время нужно учесть, что на государственном уровне праздник как таковой не отмечается, и тому можно найти, в принципе, два объяснения. Ну, во-первых, наряду с людьми, которые считают, что события Октябрьской революции имели положительное значение считают этот день праздником, существует и довольно большое количество людей, которые действительно считают это трагедией, оценивают события эти негативно, отрицательно, и ряд политических сил, например, там партия Яблоко неоднократно наступала с негативными оценками Октября, представители партии ЛДПР неоднократно наступают в этом ключе. И поэтому сменим эти люди тоже как бы нужно считаться, вот, это одна причина. Ну, а вторая причина, скорее всего, о том и позиции политического руководства нашей страны заключается в том, что в России на сегодняшний день, ну, произошла реставрация капитализма, капиталистического строя, и, значит, курс, который идет на современная политическая элита в России, он направлен не на возвращение от них в социализм, а на сохранение и дальнейшее развитие вот этих капиталистических, частно-социалистических отношений. И в этих условиях празднование годовщины социалистической, а следом, по сути, своей антикапиталистической революции выглядела тоже довольно странно, нелепо, поэтому, в принципе, данный праздник перестал быть общегосударственным, хотя его отмечают очень многие сторонники левых социалистических идей. Вот. Ну и, соответственно, если брать 2017 год, 20-летие революции, в этот день мы наблюдаем, что, например, официально это день воинской славы. В Москве прошел парад, то есть, посвященный событиям 1641 года, вот, инсценировку вот этого парада. И, соответственно, в то же время в этот день, например, в Санкт-Петербурге историческое название возвращено было как раз в 1991 год. И, соответственно, здесь произошли массовые торжественные мероприятия. Вот один из эпизодов. Утром 7 ноября тысячи людей пришли к возложению гвоздик крейсера Аврора, который считается одним из, ну, музей на сегодняшний день является одним из символов революции. Вот. Ну и, соответственно, вот этот праздник, он пережил много. Ну и что хотелось бы, значит, в завершении, в завершении сказать, подводя итог, именно рассказ о том, что было в октябре. Вот хотелось бы представить вам такую иллюстрацию. Здесь, соответственно, довольно популярная иллюстрация, и здесь орган октябрьской революции изображен. Рассказать о том, собственно, в чем был фактор победы. Здесь, собственно, вот на этой иллюстрации, в чем она хороша, здесь изображены вот эти самые движущие силы революции. Здесь представили Красные Гвардии вооруженные, здесь солдат Петроградского гарнизона, и здесь, соответственно, балтийские матросы. Вот это были те движущие силы, с опорой на которых удалось одержать победу. Это во-первых. Ну, а во-вторых, нужно сказать, что еще важным фактором сыграла позиция партии Большевиков, которые не занимались непредрешенчеством, которые готовы были здесь и сейчас решать возникшие в стране проблемы, и партия Большевиков, то есть, была очень мощной организующей силой, которая сумела направить, организовать, провести те события, которые сейчас мы называем октябрьской революции. В чем Dá Purdue? Спасибо. Аблиз Blog. Приятного аппетита. Продолжение следует...